В 2016 году в Якутии впервые за всю историю построили рекордные 600 тысяч квадратных метров жилья. Такую амбициозную задачу в начале прошлого года перед Минстроем Республики поставил глава Егор Борисов. Тогда эти показатели казались труднодостижимой целью, однако спустя год можно констатировать успешное выполнение плана. Построено 605 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 240 тысяч индивидуальное строительство, а это в два раза больше показателей предыдущего года. Какие еще значимые события произошли в 2016 и что предстоит в 2017, узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр» смотрите сегодня. С новосельем, как живут сегодня бывшие жильцы аварийного дома и каковы итоги пятилетней работы по реализации программы переселения. План выполнен. В Якутии построено рекордное количество квадратных метров жилья. Как справлялись с непростой задачей и с какими трудностями пришлось столкнуться. Об этом и о многом другом поговорим с министром архитектуры и строительного комплекса Верой Кузаковой. Обучение в одну смену реально. В столице своей двери перед учениками наконец открывает 18-я школа. Первая с односменным обучением. Какие условия подготовили для школьников и сколько еще социальных объектов отметили Новоселе в прошлом году. Расскажем сегодня в выпуске. Семья Ивановых с радостью показывает новую двухкомнатную квартиру. Просторная, светлая, в одном из развивающихся районов столицы. Когда-то для большой семьи казалось неизбыточной мечтой. Но все изменилось новостью о том, что они попали в программу переселения из аварийного жилфонда. Мы были очень счастливы, мы были очень довольны. Мы были рады, что попали в такую хорошую программу, что переселение из светлого жилья. И именно нам досталась эта квартира на 203 микроволивне. Мы даже думаем ребенка перевезти в ближайшую школу. Здесь хорошо уроки делать, светло так, окна хорошие. Вода есть там, проведено все, а там умывальник был. Надо было воду все время туда доливать. Здесь можно спокойно открыть, нормально посуду помыть. А всего несколько месяцев назад большая семья из представителей сразу трех поколений жила в нечеловеческих условиях в деревянном доме по улице Притузова. Из благ цивилизации были только свет и газ, а благоустройство могли только мечтать. Больше всего страдали дети и пожилые. Сырость пагубно влияла не только на состояние дома, но и на здоровье жильцов. У меня есть две внучки, мы все прописаны здесь. Но так как детям невозможно в таких условиях находиться, мы их на летнюю дачу отправляем. Она недавно у нас в больнице лежала в кардиологии, им было плохо. Тяжело, очень тяжело в таких условиях жить. Но все эти проблемы уже позади. Сегодня у жильцов другие, более приятные хлопоты. Доделать квартиру, как говорится, под себя, докупить мебель, нанести последние штрихи по ремонту. Из 2012 года также по программе переселения свои жилищные условия улучшили уже больше 16,5 тысяч людей. Всего за пятилетку в республике из 490 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировали порядка 268 тысяч. И с каждым годом объемы расселения только растут. С такими показателями республика стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов страны по вводу в эксплуатацию нового жилья. В прошлый год оказался очень насыщенным для строительного комплекса Якутии. В первую очередь это, конечно, было связано с поставленной задачей перед министерством построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Насколько реально казалось тогда достигнуть таких показателей, учитывая и экономическую ситуацию в стране, и финансовое положение населения в общем? Мы практически в начале года уже начали планировать, посмотрели все свои программы, за счет которых можно достичь и построить какие-то квадратные метры. Здесь были вовлечены практически все программы, в том числе и Министерство строительства, и Министерство образования, это строительство жилья для детей-сирот, и Министерство сельского хозяйства, которое строит тоже жилье на селе. В общем, по стране складывается такая тенденция, что спрос на ипотеку растет с каждым годом, и Якутия в этом тоже не исключение. Во многом это заслуга ипотеки с господдержкой, но в республике с прошлого года начали работать еще и новые продукты. Можете немножко рассказать о них и как они показали себя на деле? По сравнению с 2015 годом, если мы в 2015 году выдали 6 350 ипотечных кредитов, то в этом году более 7 700 ипотек были выданы ипотеки. Да, совершенно верно, что запущены новые кредитные линии или новые программы кредитные. Это новый дом, новая квартира. Кредиты были предоставлены под 5,9%, новые квартиры под 10%. В части индивидуального строительства по одноименному программе в прошлом году построили в два раза больше индивидуального жилья, чем в 2015. Как Вы считаете, с чем это связано и где все-таки больше строят, на селе или в городах? Если говорить пропорционально город и село, то практически в разной пропорции. Если говорить, чему это способствовало, то, конечно, наши тоже программы. Это по комплексному освоению территорию, это обустройство зоны ЖС, это материнский капитал, это и предоставление земельных участков для многодетных семей. Все эти программы способствуют для развития индивидуального жилищного строительства. Немалый объем введенного жилья приходится на реализацию программы переселения из аварийного жилфонда. По итогам прошлого года это почти 125 тысяч квадратных метров жилья. Готовы ли республика к завершению программы 1 сентября и продолжению ее после крайнего срока? Да, совершенно верно. Осталось совершенно мало времени и объем работы очень большой. Мы еще не выполнили в полном объеме 125 тысяч квадратных метров 2016 года. Он будет закрыт буквально в первых числах марта. Стройка идет, деньги перечислены муниципальным образованием. Конечно, есть большие риски, есть опасения, но тем не менее мы вопрос держим на контроле. И массовое строительство начнется в начале марта. Готовы ли мы продолжение программы? Как субъект мы, конечно, в этом плане готовы, поскольку мы сформировали уже реестр аварийных жилых домов, признанный после 1 января 2012 года. Якутия по реализации и вводу в эксплуатацию жилья по программе стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов страны. Но, несмотря на это, есть и отстающие районы. Яркий пример был в конце прошлого года, когда оштрафовали два муниципальных образования. С чем были связаны эти штрафы и будут ли применяться такие же жесткие меры в будущем? За что они были оштрафованы? Они были оштрафованы на 500 тысяч рублей каждый за недостоверную информацию, внесенную в сведения реформы ЖКХ. То есть они внесли, что в эти дома была произведена процедура переселения граждан. Здесь надо было трактовать, что объект был завершен строительством, потому что от завершения строительства до переселения граждан должно быть какой-то промежуток времени. Муниципальные образования поторопились и внесли сведения на два месяца вперед. Что касается программы ввода жилья, да, действительно, у нас есть муниципальные образования, которые не выполнили программу. С этими муниципальными районами мы, конечно, будем работать, отрабатывать. Есть, конечно, и субъективные, и объективные причины неисполнения плана работы. Как мы знаем, по линии государственно-частного партнерства ведется строительство социальных объектов, школ, детских садов. Как ведется работа по этому направлению? Заключено соглашение о строительстве 16 детских садов, которые мы строим по линии государственно-частного партнерства. Это по республике в целом. В городе Якутске тоже есть объекты государственно-частного партнерства. Но сейчас идет по городским объектам только разработка проектной документации, на стадии ее утверждения, принятия в работу и получения разрешительных документов. Что касается детских садов в районе, часть детских садов будет введена в сентябре этого года. Ну и основная часть массовая будет приемка в декабре месяце 2018 года. Прошлый год ознаменовался 80-летием строительного комплекса в Якутии. Какие самые яркие события прошлого года могли бы отметить и какие планы на долгосрочный период ставит перед собой министерство? Знаменательным событием в год как раз 80-летия строительного комплекса республики стала победа Якутии в номинации региональные и муниципальные мероприятия в 24-м международном архитектурном фестивале. Это зодчество 2016, которое состоялось в октябре в городе Москве. Задача наша на будущее для строительного комплекса, конечно, наращивать, во-первых, темпы. Здесь задача сегодня стоит для строительного комплекса и работать по строительным материалам, выпуск местного производства. Это увеличение выпуска цемента, это развитие гипсового рудника, это развитие и ставить на высокую промышленную циолит, ну и теплоизоляционные материалы. Сахабазальт имеется. Этот завод отработал, неплохо отработал последние годы над качеством своего материала. Поэтому этот завод тоже будет модернизирован в части увеличения объема выпуска этих материалов. В 2016 году шло масштабное социальное строительство. Так всего за год ввели в эксплуатацию 49 объектов социально-культурного назначения. Это школы, детские сады, объекты профобразования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры, спорта и прочих направлений. В том числе долгожданное событие произошло в Амгинском Улусе, где в канун Нового года открыли детский сад на 200 мест. А в Якутске завершилось строительство 18-й школы. Отметим, это первое общеобразовательное учреждение, которое полностью перейдет на односменное обучение. Оно полностью отвечает всем современным стандартам, согласно которым на одного ученика должны быть предусмотрены условия на 178 тысяч рублей. Это и компьютерная техника, и оснащение современным оборудованием классов. Кроме того, для учащихся создали условия не только для учебы, но и полезного отдыха. Здесь много рекреаций, так называемых, зон, где дети могут отдыхать во время перемен и так далее. Да, у нас есть и классики, у нас очень хорошее по оснащению спортивный зал с полным комплектом спортивного оборудования, тренажеров и так далее. Хорошие условия в актовом зале для развития детей. Можно заниматься чем угодно, балетом, хореографией, всеми видами. А это кабинет с весьма непростым названием – информационно-библиотечно-исследовательский центр. Он соединяет сразу две зоны. Это вполне привычный для любой библиотеки читальный зал, где дети смогут заниматься с любыми материалами в бумажном варианте. А дальше у нас находится медиазона, где ученики получают возможность работать с любыми материалами в цифровом варианте, а также проводить свои презентации при помощи интерактивной доски. Открытие школы по разным причинам откладывалось. В последний раз это произошло из-за длительного карантина. Но уже в эти дни она откроет двери перед своими учениками. В этом году поддержку от государства на приобретение жилья должны получить порядка тысячи молодых семей. И это в три раза больше, чем в прошлом. Немалым это связано с проведением Года молодежи в республике. Также 2017 год будет ознаменован для тысячи семей переезда в новые квартиры по программе переселения из аварийного жилфонда. И в совокупности реализации всех программ к концу года в республике должны ввести, так же, как и в 2016, не меньше 600 тысяч квадратных метров жилья. Это был «Квадратный метр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин